МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Человечеству осталось жить на планете Земля чуть больше 30 лет, так утверждают специалисты Всемирного фонда дикой природы. Цитирую. Глобальная катастрофа произойдет в середине нынешнего века, так как в последние десятилетия природа терпит беспрецедентно высокий урон. Лидер фонда новой экономики Эндрю Симпс выразился еще конкретнее. Он сказал, люди окажутся в ловушке между ужасом засух и синими морями наводнений. Получается, грядет новый апокалипсис. А может, это очередная страшилка ученых? Американский штат Арканзас. Последние минуты уходящего 2010 года. Но спустя всего несколько часов у жителей города Биеп от праздничного настроения не осталось и следа. Утром на них обрушился дождь из нескольких тысяч мертвых птиц. То же самое произошло в штатах Луизиана и Гентукки. Перепуганные американцы решили, грядет апокалипсис. Власти попытались успокоить население и предположили, что виноваты новогодние фейерверки. Но орнитологи эту версию опровергли. Так что же произошло с пернатами? Тысячи причин, от которых могут погибать в Америке птицы. Вообще городская среда, она плохо, конечно, для птиц. Хотя они приспосабливаются и живут, но условия довольно быстро меняются. В течение нескольких месяцев 2013 года в разных штатах США находили мертвых черных дроздов, голубей и ястребов. Волна необъяснимых птичьих смертей прокатилась по всему миру. В Италии погибли горлицы, на Украине – вороны. В Москве зарегистрирован голубиный мор. А в китайской провинции Шаньдун местные жители обнаружили сотни мертвых сорок. Мертвые птицы висели на ветвях деревьев и валялись на земле на отрезке побережья реки длиной полтора километра. Расстояние между ними было примерно 4-5 метров. Никаких объяснений от специалистов по поводу причин смерти пернатых пока названо не было. Из газеты «Дзинань Шибау». Весной 2013 года на побережье между Израилем и Палестиной выбросились 400 гигантских скатов Мобула. В Германии, в реке Виппер, в один день всплыли 37 тонн мертвых серебристых карпов. В Новой Гвинеи местные жители нашли погибших китов, а на побережье Перу выбросились 200 дельфинов. Экологи всего мира недоумевают. Что происходит в природе? Проблема, которая называется акустическое загрязнение, то есть загрязнение шумом. Стаи дельфинов, киты, скаты, морские львы, косяки рыб – все эти существа сверхчувствительны к любому шуму. От сильной акустической атаки они буквально сходят с ума. Представьте себе какие-нибудь военно-морские учения с бубуханием, грохотом и так далее, на пути их традиционных миграций, что у берегов США произошло. Вот, по крайней мере, один раз. И такое может быть. На одной из международных конференций Крис Ридинг из Британского центра экологии и гидрологии заявил, правительство США и других прибрежных стран скрывают информацию о том, что морские обитатели и птицы неминуемо гибнут во время проведения военных учений, а также в ходе разведки нефти крупными корпорациями. Это воздействие акустических шумов, либо от подводных лодок, либо от флота, который производит испытания, либо от акустических испытаний, когда ищут нефть. На шельфе происходит очень сильный гидроакустический удар, и он может воздействовать на морских млекопитающих. Хотя правительства ведущих держав мира официально и не признают проблему, на самом деле они прекрасно понимают степень опасности последствий акустических испытаний. США, например, недавно приняли ограничивающую деятельность военно-морского флота в определенных районах, где концентрируются морские млекопитающие. Земля – это единый живой организм. Не перестают повторять экологи. Нельзя не обращать внимания даже на малейшие сбои в природе – на воде, в небе или на суше. В 2012 году сразу в нескольких странах мира началась массовая гибель пчел. Колоссальный ущерб понесли фермеры США. Миллион пчелиных семей вымерли всего за каких-то полгода. Конечно, это от деятельности человека, но не само же по себе. Конечно, эволюционные процессы происходят, мы их можем видеть. Ученые Индийского университета Пенджаба сделали сенсационное заявление. В гибели пчел виноваты мобильные телефоны. Их электромагнитное излучение губит насекомых. Провели эксперимент. Три месяца исследователи наблюдали за жизнью двух ульев. Один из них облучали двумя мобильными телефонами. Выяснилось, что в облученном улье пчелиная матка отложила в несколько раз меньше яиц. Постепенно насекомые вообще перестали воспроизводить потомство и вымерли. Те же самые пчелы или шмели в зоне повышенного электромагнитного излучения становятся более агрессивными. Могут нападать на того же самого человека. Если рассматривать репродуктивную функцию, она, безусловно, заметно снижается. А что если сотовая связь губит не только насекомых? Эксперимент теперь уже с птицами продолжили британские ученые. Они наблюдали за поведением пернатых в районе вышек сотовой связи и различных ретрансляторов. А вы знаете, например, что около Останкинской башни с момента ее постройки находят сотни трупов птиц. Просто прижимает, вжимает в эту башню. Исследователи давно заметили, в районе телефонных станций, даже рядом с телевизионными вышками, птицы не гнездятся. Но какие-то локальные сбои на маршруте данные устройства могут внести, ввести, скажем так, в какое-то заблуждение, пока они не выйдут из зоны влияния вот этих источников. Биологи вынуждены признать. Результаты исследований вредного воздействия мобильной связи и других электронных устройств чаще всего приходится замалчивать. Причина банальна. Миллионные прибыли сотовых компаний позволяют им диктовать свои условия и лоббировать коммерческие интересы в правительстве. А что, если следующей жертвой своего же прогресса станет сам человек? Всемирно известный физик Альберт Эйнштейн еще в 40-е годы 20 века предрекал, если пчелы вымрут, то через 4 года после этого погибнут и люди. В природе все взаимосвязано. Исчезает одно звено, нарушается вся биологическая цепочка. Неужели гений Эйнштейн и здесь оказался прав? Возможно, великий физик и преувеличил, отмерив людям всего 4 года после гибели пчел. Но в целом его теории стоит прислушаться, считают современные ученые. Ведь логика здесь проста. Исчезнут пчелы, основные опылители в природе, исчезнут и растения. А растения – это одна из основ биологической цепи. От них зависит вся жизнь на нашей планете. Вот пирамида Элтон. Наверху находится, вот здесь нарисована рысь. Ну, то есть здесь могут быть любые крупные хищники, как млекопитающие, так и птицы. Ниже, соответственно, травоядные животные или мелкие хищники. Так в конце прошлого столетия кто-то из правительства Поднебесной решил, что из-за воробьев крестьяне недополучают огромное количество риса. Воробьев объявили чуть ли не врагом всего китайского народа. И каждый уважающийся школьник должен был в день по 10 воробьев из рогатки подбить. Воробьи исчезли. Вместе с ними исчезли и рисовые плантации. Провинции охватил голод. Причина в этом очень проста. Так как отсутствие воробьев привело к взрывному размножению вредителей, насекомых вредителей, которые уничтожали все эти рисовые посевы на корню. То же самое происходит и со всей планетой. Проблемы в атмосфере незамедлительно сказываются на Земле и Мировом океане. Становятся более и более ярко выражены всякие катастрофические явления. Вы заметили, что в последнее время все больше и больше катастроф. В 2013 году ученые Китайского университета океанологии Циндао заявили, «В океане, как в кислоте, стали растворяться кораллы, рыбы и даже планктон». Специалисты природоохранных организаций утверждают, что это явление – одно из самых опасных для всего земного шара. Мы говорим не о потеплении, а о изменении количества СО2 в атмосфере. Т2-окись углерода, она растворяется в воде и меняется кислотность океана. Есть такой процесс, который сейчас набирает обороты, называется закисление. От закисления гибнут многие морские обитатели. Когда придет наша очередь? У всех животных, у которых известковые скелеты, у них скелеты начинают растворяться, как в кислоту. Если бросите, да, постепенно начинают растворяться. Это и двусторчатые моллюски, например, там те же самые любимые гребешки, мидии, там устрицы. Но это еще полбеды, но самое главное – это планктон. И опять срабатывает пирамида Элтона. Планктон – это фундамент пищевой цепочки для всех подводных обитателей. Исчезнет планктон, под водой вымрет все живое, считают океанологи. Погибнут морские обитатели – это обернется катастрофой на суше. Потому что все в природе взаимосвязано. Все связано какими-то невидимыми ниточками, цепочками. И я говорю, что это принцип домино, обычно люблю повторять. Знаете, когда домино вот так вот выстраивают в ряд, если ты пальчиком тронешь одну, то постепенно ляжет весь ряд. Не так давно на одном из пляжей Испании нашли мертвого кита. Когда местные рыбаки разрезали его тушу, они пришли в ужас. У него нашли 17 килограмм пластика в организме. И почти стопроцентная вероятность, что он именно из-за этого и погиб. Мы влияем на природу, говорят ученые, а она влияет на нас. Рано или поздно зараженная рыба, мясо больного животного или загрязненная вода оказываются на нашем столе. Мы травим природу, она отвечает нам взаимностью. В ученом мире существует еще одна революционная теория. Некоторые биологи всерьез полагают, что природа, а в частности животные, насекомые и птицы, однажды нам отомстят. Прежде подобные гипотезы звучали фантастически и использовались, пожалуй, только в кино. Помните, у Альфреда Хичкока в фильме «Птицы» стаи пернатых взмутовались против человека. Сегодня ученые уже приводят реальные примеры. Не из кино. Под угрозой уничтожения находятся множество видов эндемиков, которые живут только там. Почему? Потому что в Балкаскаре есть нечего. Их просто банально едят. В 1987 году на Байкале была зарегистрирована массовая гибель нерпы. Говорят, только благодаря международному вмешательству единственного в мире пресноводного тюленя удалось спасти. А вот стеллеровой коровы больше нет на планете. На полное ее истребление людям понадобилось всего 20 лет. Конечно же, там, где есть эти эндомичные виды, там вмешательство человека фатальное и мгновенно это все происходит. За несколько лет это все может исчезнуть. Вырубаются леса, разрушаются горы, засоряются ледники, опустошаются земные недра, разрастаются города. Куда отступать животным? Иначе воспринимают всю эту информацию сторонники теории эволюции. Они считают, что гибель некоторых видов животных – это естественный процесс, выживает сильнейший. Экологи с таким подходом категорически не согласны. И задают главный вопрос – какие новые виды животных придут на смену тем, к которым человек уже привык? Если у нас каждую неделю будет появляться новый фараоновый муравей, новая мухожигалка, новый вид комаров, я же не говорю, что по стенам будут бегать серые мадагаскарские тараканы огромного размера и размножающиеся с такой же скоростью, как обычные рыжие пруссаки, то боюсь, что нам самим может быть не очень комфортно. И природа уже посылает свои первые предупреждения. В США место погибающих обычных пчёл занимают африканские пчёлы-убийцы. Они очень агрессивные. И в одной Бразилии погибло более 200 человек и тысячи голов скота от их укусов. Последнее исследование экспертов из Всемирного фонда дикой природы выглядит отнюдь необнадёживающе. В ближайшее десятилетие погибнет примерно пятая часть всех позвоночных, треть всех акул и скатов. Неужели мир на пороге всеобщего вымирания? И всё-таки грозит ли нам природный апокалипсис? Мнение учёных расходится. Различные экологические фонды бьют тревогу. Гринписовцы буквально кричат о скорой гибели всего живого на Земле. Учёные-оптимисты, напротив, просят не нагнетать. Они уверены, человек, как и в древние века, ничтожен по сравнению с целой планетой. И природа сможет самоочиститься от любого вредного воздействия людей. Главное, чтобы при этом она не самоочистилась от человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова